Друзья, я обычно удаляю фразы автоинформатора перед диалогом, но вот в этот раз решил оставить. Думаю, что записав вот эту фразу в свои приветствия, команда и руководство компании «Феникс» себя окончательно к позорному столбу приколотили. Давайте, я думаю, вы поддержите мои слова в комментариях. Итак, поехали, слушаем и смеемся. Разговор нашего подписчика, автора, девушке огромное спасибо. Уже не первый раз она здесь у нас появляется. И в очередной раз очень технично и, так скажем так, с азартом эту публику, как я уже выразился, приколачивает к позорному столбу все крепче и крепче. Алло. Уважаемый абонент, разговор с вами очень важен для нас. Мы выбираем лучшего сотрудника без беседы с вами. Дождитесь, а... Здравствуйте, Роман Семенович. Здравствуйте. Меня зовут Супченко Георгий Янегович. Я представляю коллективский адъект России. Родина передача Тинькохова ображалась для новой относительно. Я совершаю звонок, чтобы договориться с вами о прикошении долга. Скажите, Роман Семенович, по какой причине не оплачиваете долг? На какие реквизиты я должна его оплачивать? Коллективский адъект Роман Семенович. А вам на реквизиты нужны? Да, мне нужны не только реквизиты. Мне нужны основания для того, чтобы я оплатила вам. Я в курсе, в курсе. Это ваши слова. Ваш долг был прожан на нашем... Я в курсе говорю. Это ваши слова. Где документы? Документы вам отправляли. Двадцать войск в апреле 2017 года по почте российской... Я их получил? Также вам отправлялась СМС-информирование. Я говорю о документе в бумажном формате с заказным письмом с уведомлением. Вы себе можете доказать, что вы меня уведомили? Да. Да, почему я не могу? Вы можете оставить заявку на официальном сайте коллекторского отдела? Зачем мне это надо? Ну, не Стасия Валерьевна. Ну, что вам не надо? Проблема с долгом вот эта вот... Чья проблема? Похожу эту... Минутку, чья проблема? Ну... У меня никаких проблем нет. Это у вас, видимо, проблемы. Вы же делать хотите. Так что, вперёд в суд. Каким образом? Чтобы доказать это в суде, о том, что вы меня уведомили, у вас должно быть почтовые уведомления на руках о том, что я с паскетом пришла, документы получила, расписалась и в курсе, что вы чего-то там купили. Что? Что? Не вздыхать так тяжело? Довожу до вас Василия, что банки и кофты доставил полномочия. Это ваши слова. Не балануться в воздух зря. Это ваши слова. Неужели вы думаете, что я побегу платить на основании слов кого-то, голоса из трубки? Вы в своём уме, я вам десятый раз вас спрашиваю. Один и тот же разговор на протяжении уже последних месяцев четырёх. Вы... Вы вообще весёлый народ. Вы 382-ю статью до конца дочитали? Или, как всегда, заголовки? А что вас именно интересует? Меня ничего не интересует. Вас должно интересовать. Я её знаю наизусть. А вот вы почему-то нет? Ну, скажи, я Валерина. Да, да, да. Довожу до вашего... Довожу до вашего свидетеля, что автор стрела оплата даёт агентство право прекратить ведение переговоров и обратиться в суд. Ой, ой, я же... Вы понятны, что там делаете? Я же вас... Я же вас и посылаю в суд. Давайте встретимся в суде. Судебный приказ я отменю. У вас остается только исковое производство, где вы будете разговаривать с моим юристом. И все вопросы мы решим в суде. В чём взял? В чём проблема-то? Анастасия Валерьевна, отмена судебного приказа не означает... Означает, означает. Да, да. Моё несогласие с этим судебным приказом на основании 128-129 статьи ГК РФ. Ещё как означает? Не надо мне петь ваши песни, которые вам ваши... За владельцы дают. За владельцы дают. За выгляхи. Я тоже. Даже если судебный приказ отменят, мы автоматически будем направлять исковое. Я смотрю... Нет, я вас попрошу! Какое исковое заявление приставу? Вы чё там бредите? Вы сначала в суд подайте. Подайте. Я же не просто отменю приказ. Я возьму этот отмененный приказ, решение об отмене приказа. И ты из этого самого приставил. И всё. Господа, вы чё? Не вы первые, не вы последние. Ой, как тяжело, да? Ой-ой-ой. Чё же ещё сказать? С исковым... Да-да-да, что вы так часто меня... Эй, не отчего называете. Должен вас уверен, что не исполнение требований, уступленные сроки одежды... Чьи требования я? На каком основании и где документы? Вы можете хоть обзвониться. Я понял с ними, кто такие и чего вам надо. Пока вы меня не уведомили... Вас уведомляли по почте, а... Я ещё раз спрашиваю. Вы в судебном порядке доказать сможете, что вы меня уведомили? Я же вам повторяю. Уведомление вам вышло по почте, и вышло в СМС-информирование. Какое СМС-информирование я? Очнитесь уже, а в чём там первый половин где окружают? Он не окружает. Он не окружает. Должен вас и ведомый, что не исполнено требований... Не повторяйтесь, молодой человек. Вам сказать больше ничего. Не, я не повторяюсь. Повторяйтесь, вы повторяйтесь. Ва... 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 Ваша была там на по телефону на каким доказательствам чего-либо не являлась. Я ещё раз спрашиваю. Где документы на бумаге? Я не могу так... Ну, спасибо, Мария. Если вы так настаиваете, можете... Не, зачем? Это вам надо. Это вам чего-то надо. Вы меня веселите, звоните постоянно. У меня всё нормально. А вот у вас не имеются какие-то проблемы. Ты что, что такое? Я прям замученный совсем. А... У меня вышло всё. Я исполнение требований в свой лист власти Одессы Ахахахахаха Да не фиолетовый. Понимаешь, что нет? Не фиолетовый. Не фиолетовый. С другими словами ваши документы могут снилили правоохранительные органы. Ну-ка, 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 на основании чего? Ну-ка, только мне... 177? Никакой там? 159? 159? 159? Ты в рамках гражданского правовых отношений будешь инфицировать уголовные дела? Да! 177 каким образом ко мне применима? Только для ООО и отскальки? Последняя поправка. От 2 миллионов вперед усп several миллионов! Хахахах! Ну почему я восемь Navidad приеду торжать? wouldn't I have an available От 2 миллионов идет без зла Видишь, сколько у тебя возможностей, а ты нервничаешь. Да я не нервничаю, я вам просто... Ты просто отдыхаешь, как тяжело. Да, работать у тебя вообще не нравится. Согласна, да. Согласна, согласна. Я стараюсь отправить финансовых консультантов по месту проживания, регистрации. Где вы ездите? Вы мне уже 4 месяца это обещаете, я вас жду. Где вы? А, что я валил, я знаю. Слушай, вот смотри, вот ты хоть голову включишь, хоть иногда, я не знаю. Ты от меня требуешь денег, ты мне хоть раз и привези, ты прислал. Ну так, что я могу вам продиктовать, вот прямо сейчас. Ты что, дурачок что ли? Ты что думаешь, я буду продавить деньги с какого-то надиктованного счета, по телефону, непонятно на основании чего? Ты вообще конкурсируешь? Ты даже вон. Я вынужден, а зафиксирую, как это получается? Ой, как страшно. Там все фиксируют, 4 месяца уже фиксируйте. Да, фиксируйте. Больше всех там фиксаторов, наверное, у тебя приняла. Друзья, сразу прошу прощения за качество, но не все от нас зависит, пытались тут подкорректировать бесполезно. Да, ну получилось как будто эти переговоры водолазов, но суть не в том, значит, самый главный водолаз тут у них этот с Феникса. Ну, вы посмотрели, посмеялись в поисках лучшего сотрудника для разговоров с вами. Им надо просто деятельность сменить и все, мне кажется, с такими сотрудниками и кричать около общественных туалетов занято. Вот максимум, на что их сотрудники пригодны, ну и там, наверное, будет успех сногсшибательный, будут толпы зрителей собираться. Ну ладно, друзья, спасибо автору за ролик, красиво, четко все, задорно, как я сказал, с куражом. Единственная поправочка есть по вот именно 177 статье. Там, на самом деле, физических лиц тоже могут взыскивать, да, но сумма долга сейчас увеличена, там более 2 миллионов, должно быть это раз. И это, естественно, только при невыполнении указаний судебного пристава. Для этого, естественно, должен суд пройти неисполнение кредиторских, неисполнение должником обязанности по уплате долга, да, но только уже предъявленных судебным приставом. Поверьте, как ее называют в юридических кругах, это мертвая статья, юристы, простите, судебные приставы должны в этом случае инициировать вот эти вот разбирательства, следственные мероприятия и так далее. Чтобы признать действия должника каким-то там злостным, куча должно быть соблюдено определенных регламентов, моментов. Ну, в общем, короче говоря, морока та еще. Судебным приставом это нафиг, не нужно прогибаться за чужие деньги. Есть четкие стандартные методы, которыми они пользуются, и если эти методы не срабатывают, то дело просто в архив уходит, и все. Ну, естественно, до этого, конечно же, комплекс определенных мероприятий нужно провести, грамотных, чтобы дело в таком статусе попало к судебному приставу и в итоге умерло. Для этого, кстати говоря, нужно определенные знания иметь, либо обращаться за помощью к юристам. В данном конкретном случае мы предлагаем вам свои услуги. Компания Лям готова вам помочь и создать условия для ваших кредиторов, когда им будет выгодно отказаться от своих претензий. Вариантов много, путей, значит, стечения обстоятельств тоже очень много, но результат будет один. Вы не будете никому ничего должны. Ваши кредиторы, как вариант, еще в первые полгода откажутся от претензий, либо чуть-чуть попозже, но все произойдет именно так, как нужно вам. Вы никому ничего не будете платить. Как это все устроено, вы можете посмотреть на нашем сайте видео. Алгоритм работы кредитных юристов. Пройдите по ссылочке, которая есть в описании любого ролика, этого в том числе, и попадете на видео. Наши, найдете там видео. Ну и, кстати говоря, для вашего удобства, сейчас выходит кликабельная подсказочка в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот. Посмотрите видео на этом сайте, и вам все станет ясно. Что нужно сделать, чтобы стать нашим клиентом? Ну, на самом деле, видеоинструкции в этой видеопрезентации все подробно рассказано, по полочкам разложено. Я вам единственное напомню, чтобы вы, как говорится, запечатали у себя в сознании. Посмотрели видео, это обязательное условие. После этого оставьте заявочку в форме, предложенной на нашем сайте. Забейте себе в контакт номер телефона, который указан на сайте. Именно с этого номера телефона наши специалисты вам позвонят. Звоним мы в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы-воскресенья. Пожалуйста, не пропустите наш звоночек. Мы с вами поговорим, выясним необходимые для нас детали и предложим вам дальнейший путь развития событий. Ну и, само собой, конечно же, еще раз для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка. В правом верхнем углу видео-трансляция. Вот она. Что еще хотелось бы сказать? Я хочу вам предложить посмотреть ролики, которые собраны в отдельный плейлист. Плейлист называется «Обращение Кузнецова-Дмитрия». Здесь прям целая коллекция отдельных роликов с ответами на ваши вопросы, которые вы задаете в той либо иной части нашего с вами сотрудничества. Пожалуйста, вот кликабельная подсказочка сейчас для вашего удобства тоже в правом верхнем углу выходит. Вот она. Посмотрите, будет, я думаю, интересно. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания «Аляам». С вас лайки, репост в соцсетях, подписка на группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании ролика есть. Ну и, конечно, пишите, пишите комментарии, будет интересно их всегда читать. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok